Городской праздничный концерт стал хорошим подарком для самых успешных и мудрых, красивых и обаятельных, нежных и очаровательных представителей с прекрасного пола. Задолго до начала торжественного мероприятия в фойе стало по-весеннему красиво и душевно. Нарядные, воодушевленные, брестские красавицы с удовольствием разглядывали литературные и художественные вернисажи, посхищались игрой оркестра и, конечно же, радовались такому вниманию со стороны мужчин. Весна – это время любви, весна – время свершений. Пускай все намеченное обязательно исполнится, пускай каждый день приносит лишь радость и хорошее ощущение счастья. Добрые чувства рождает, надежду рождает, природа вся оживает. И это настраивает вот нас, женщин, на такую созидательную работу. Хотя мы уже и в возрасте ветераны, но все равно хочется трудиться, хочется приносить еще пользу. Женщина – прекрасная, желанная, влюбленная, нежная, неистовая, по-детски веселая и беззаботная, очаровательная, загадочная, скромная. Ей так хочется быть самой красивой и необыкновенной, по-доброму завидуя природе, которая именно весной становится по-особенному яркой и неповторимой. Благодаря женщине мир становится добрее, а человеческое отношение теплее. Жизнь продолжается в детях и внуках, а семья остается для каждого из нас островком радости, мира, тепла. Именно такие они, наши брещанки, одаренные нежным сердцем, мудростью жизни, силой природы. На утренней планерке я задал вопрос, назовите мне отрасли хозяйства города Бреста, где нет женщин. И, по крайней мере, до сегодняшнего времени, вот уже полдня прошло, нет ответа, где же нет наших брестских женщин. Они везде, они в органах управления, они на предприятиях, они, естественно, в социальной сфере, они водители троллейбусов, они водители автобусов, они везде. Я хочу пожелать им всем счастья, здоровья, любви. Я хочу, чтобы их именно 8 марта поздравляли те мужчины, которые их любят, ценят. И, естественно, органы власти то же самое ценят наших женщин, потому что это движущая сила развития города Бреста. В праздник для наших брестских женщин на сцене самые яркие номера, самые лучшие поздравления, самые искренние слова благодарности и признательности. И, конечно же, цветы, как символ незатухающей красоты и вечной душевной молодости. Несмотря на то, что жизненный афоризм гласит, лучшие друзья девушек – это бриллианты, живые цветы радуют представительниц прекрасного пола, не меньше драгоценных камней и украшений. А самое главное – это, конечно же, внимание, которого так порой не хватает в череде рабочих будней. Самое на лучшее пожелание всем женщинам Бреста, области, с таким прекрасным днем. Спасибо, что он у нас есть и спасибо в этот день мужчинам. Они к нам всегда в этот день очень внимательны. Но хотелось бы ощущать это каждый день. Весна, перевоплощение, красота. Как тождественны эти понятия между собой, как связаны они друг с другом, воплотившись в божественный образ, образ женщины. Она – мать, она – супруга, она – сестра, она – верная хранительница домашнего очага, заботливая хозяйка, мудрая наставница. И так хочется, чтобы каждый день она была такая же красивая и воодушевленная, как и в день 8 марта. Доброе утро, принцесса! Доброе утро! Пусть этот день принесет только радость и счастье. Доброе утро, родная! Доброе утро! Я желаю, чтобы мимо прошли суета и ненасть. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.